здравствуйте сегодня 16 марта 2022 года 23 часа сейчас расскажу сколько минут 16 минут 2 минуты назад я находился в доме и у меня в доме так громкнула громко звук такой громкий был что даже все окна в доме затрясли сейчас я вышел во двор и слышу как самолет летит в сторону белоруссии вероятнее всего что он отбомбился на черниговом и летит назад на аэродром белоруссии летит высоко я сейчас сопла не вижу но слышу звук сейчас я на север смотрю не наблюдаю глазами сопла этого самолета сейчас может быть он ниже опустится и я это сопло увижу паскода летал чернигов бомбить мое село находится бывшем городнянском районе километров 60 от границы с россией столько же приблизительно от границы с белоруссией и до чайни его 50 километров приблизительно и вот сейчас тут летают самолеты эти российские и летали вечером бомбить чернигов сбросили две большие бомбы громкнула так что я же говорю что все окна в доме затряслись так он наверное на второй круг пошел пошел в сторону чернигова хотя зачем его сюда надо было лететь непонятно нет он на белоруссии полетел то полетел на белоруссии его глазами не вижу но звук слышу я сейчас не могу направить микрофон в сторону этого звука держу на себя потому что северный ветер дует и он будет весь звук забивать хлопками такими ветер такой заметный дует не сильный не рывками а такой заметный ветер сейчас три градуса мороза и ней на траве тут вот мой мужик бегает черный с белыми лапками с белыми усами с белыми ресницами с белой грудкой с белым животом тут он мяукает сейчас он за кошками бегает с кошками шуры муру крутит да на белоруссию полетел самолет но глазами я сопла не вижу странно но по звуку оттуда это все идет в общем российские самолеты летают с территории белоруссии с белорусских аэродромов бомби чернигов и другие города и я узнал такую вещь что путин подписал приказ о том что пилотов самолетов нужно готовить по сокращенной программе так еще один самолет появился тоже со стороны черника полетит два самолета на белоруссию полетела то есть они двойкой летали два самолета сейчас в воздухе слышу один уже ниже пошел над лесом а второй высоко еще летит так но я звезды вижу сейчас и луна хорошо светит процента на 90 диск луны освещен но сопла не вижу хотя зрение у меня очень хорошее далеко звезды прекрасно различаю ничего не двоится я их вижу хорошо небо не черное оно такое освещенное есть легкая такая легчайшая дымка воздухе но это даже не облачность это просто дымка такая легкая из-за влажности воздуха вот но я бы увидел эти сопла самолетов я вот несколько дней назад с ним записывал аудио где я видел сопла самолетов летящих на белоруссию и видел как самолет уже привлежит летящий на высоте приблизили метров 300 как у него так это да как у него включился красный приблизковый фонарь сзади это со стороны россии летит самолет еще один со стороны россии самолет поднялся то есть направление полета ко мне вот 60 километров над россии пролетает и дальше пойдет посмотрю на брюхи не включает приблизковый свет но для того чтобы не видно было его снизу чтобы люди которые имеют вот эти вот ракетные установки которые на плече а вижу его да вижу летит белая . да да со стороны россии паскуда летит сейчас микрофон направлю в эту сторону да вижу его как передверг передвигается самолет вот сволочи вижу как летит но высота полета но наверное километра 34 может быть до 5 километров вот но все лахту тихо два самолета сейчас в воздухе летают еще один самолет со стороны россии летит сейчас я поверну микрофон может быть микрофон воздух будет задавать ветер этот так но поверну в другую сторону чтобы звук был слышен а микрофон не забивало два самолета сейчас в воздухе летят так что белоруссия два самолета летают белоруссия ввязалась в эту войну придурочно этот батька лукашенко занимался бы лучше своей страной и никакие об этом военные альянсы не устраивал с россией и белоруссии бы уважали сейчас я помолчу послушайте звуки два самолета в воздухе один в сторону белоруссии полетел а второй летит в сторону россии так гримахает сейчас звук со стороны чернигова но это не тот звук который вызвал дребезжание окон в моем доме то есть вот эти самолеты которые вылетают они летят на чернигов сбрасывают мощные бомбы крупные и бомбят критически важные объекты в чернигове возможно тест бомбят возможно другие какие-то объекты потому что пытается захватить чернигов им очень важен этот город они хотят устроить на территории черниговской области черниговскую народную республику хрен вам по самые помидоры задний проход они черниговская народная республика мы не дадим черниговскую землю историческую с огромной тысячелетней многотысячелетней историей киевской руси и черниговского княжества каким-то захватчиком сраным татаро-монголов ордынцам этим нищебродом голодоранцами мародером так еще один самолет летит сейчас со стороны чернигова сейчас я разверну смартфон микрофона в ту сторону так отбомбился на черниговом летит обратно на белоруссию на аэродром на посадку да если бы сейчас у нас тут пво стояла где-нибудь в лесу или под лесом так взрыв произошел то эти самолеты тут бы не летали они бы не бомбили нам ни чернигов ни суммы ни киев ни хайков ни херсон не винницу ни полтаву ни житомир ни городки под житомиром небольшие там есть овруч коростень малин не летали бы в ровно не бомбили бы ивано-франковск суки такие если бы нам американцы дали самолеты которые находятся в польше советские самолеты стоят на вооружении в польше а вместо этих самолетов сейчас я микрофон поверну в свою сторону а то ветер наверное задувает ничего не слышно если бы американцы согласились дать свои боевые самолеты польша ну как стране то нато польша отдала бы украине военные самолеты которые на вооружении стоят то вот эти паскуды российские самолеты с летчиками недоученными я кстати недорассказал так путин подписал приказ о том что пилот должен учиться на этом самолете истребитель или бомбардировщике не полный курс обучения скажем там пять лет военное училище летчик пилот сколько там они четыре года учатся на вот а по сокращенной программе один-два года и все и в воздух выпускай как камикадзе чтоб летел бомбил вот так что если бы нам американцы через польшу передали эти военные самолеты и дали бы технику пво для сбивания этих самолетов то была бы совершенно другая ситуация но политики они много факторов учитывают наше пожелание к сожалению не всегда учитывается но может быть дозреет и европа и сша и другие страны дать украине вот эту технику пво самолеты для того чтобы вот эти российские пилоты там со плечо сидит которые баб не потрахала даже вот синими яйцами там дрочат вместо того чтобы заниматься жизни своей баб подтрахивать и детей делать и жениться там и семьи создавать они 19-20 лет за штурвал самолета садятся как во время второй мировой войны но тогда была вынужденная ситуация и летят бомбить украинские города убивать людей детей стариков молодых взрослых всех поколений так разлетели самолеты далеко далеко над беларуси слышен самолет нам нужно посадку пошел слышу самолету микрофон наверно не возьмет этот звук он тихий на ушами я слышу у меня слух хороший несмотря на возраст уши очищу регулярно вот так что слышу я хорошо и вижу хорошо далеко вот все буду заканчивать в общем россиянские пилоты девятнадцать и двадцатилетние не летайте как пушечное мясо и не бомбите в украину нажрите спургена пойдите в аптеку купите слабительные вот чтобы у вас понос был недели две три вот и все и таким образом вы не сможете вылетать на самолете у вас срачка будет пердячка поносы и вас никто на самолет не посадит на что вы обосретесь через десять минут после того как вы за штурвал самолета сияете даже взлетит на аэродроме не успеете обослете со споноса от этого слабительного купите в аптеке слабительные примите его и не вылетайте не выполняйте преступные приказы вы не давали присягу бомбить соседнее государство вы давали присягу защищать свою родину вот летите назад и защищайте или полетите в сторону москвы нас к на кремль но там конечно до кремля вы не долетите там по его стоит там собьют вас было бы неплохо бомбочку сбросить 500 килограммовую чтоб кремль побомбить чтоб карлипу почувствовал что такое война чтобы ему тоже досталось но он правда из москвы уехал уже из своего 300 метрового ядерного бомбоубежища под кремлем смылся в оральские горы и в норе сидит на километровой глубине и там жопу свою прячет этот окурок кгбшный моральный урод мерзавец подонок шизофреник паскуда психопат чудовище недочеловек гитлер был человечнее чем вот этот карлик пум слава украине слава защитникам украины слава героям украины и слава всем здравомыслящим людям во всем мире которые оказывают украине всяческую помощь чтобы мы в этой войне выстояли победили и не утратили нашу независимость и свободу сто лет вам жизни желаю здоровья крепкого богатырского берегите себя всего вам хорошего до свидания и до следующих выпусков моих сообщений и до следующих выпусков моих сообщений